Вообще чудо, ребята, чудо. Вот видеокамеру можно поставить на вот такой вот аппарат. Замечательно. Смотрите, то есть она проходит вот здесь. И еще вот столько вот места остается. Вот проходит, отлично. Вот мы сбалансировали примерно по оси пич. Вот эта пич называется, которая отвечает за вертикальную панораму. Сбалансировали примерно, оставили. Теперь нам нужно сбалансировать так, чтобы он назад не болтался. Состояние безразличного равновесия. Вот так вот ставишь ее, как проще сделать. Вот так поставил, открутил вот этот винтик. И двигаем сюда, начинаем двигать. Оп, много. Нет, немного. О, братцы, да она легкая, смотри. Вот здесь вот даже, видишь, упирается, видишь, кого можно. Вот так он. Он на пружинке. То есть отодвинули еще. Чуть-чуть-чуть. Еще чуть-чуть двигаем. Теперь давай посмотрим, что тут. Вот оно в состоянии безразличного равновесия сразу и встало. То есть вот как мы камеру не поставим, так она и осталась. Ну, немножко тогда подзакрутим здесь. И теперь вот эта вот ось ролл. Вот эта. То есть она сюда наклоняется. То есть нужно нашу камеру немножко назад двинуть. Центральную вот винтик открываем. И то же самое можно сделать. Вот так вот тут поставили. И двигаем сюда. Уже много. Назад немножко. Ну, вот он. И закручиваем. Вот. Классно получилось. Теперь остается последняя ось Яв. О, сейчас подожди. Тут у меня тоже. Нужно вот так вот. Развернули на косую. И видим, что у нас камера перетягивает. То есть вот эту часть нам нужно отодвинуть. Вот здесь у нас есть винтик. Откручиваем его. И потихонечку отодвигаем. Раз немножко. Отодвинули руками. Еще надо. Раз немножко еще. О, попали. Все, закручиваем этот винт. Ну, нам нужно развернуть ручку. Вот таким образом. Значит, каким образом? Вот этот вот, чтобы был фотовинт. Вот на этой ручке впереди. Ну, потому что вы цепляете что-то. Там свет подцепляет. Можно не сзади, но впереди. Это логично. Вот. То есть, а вот этот вот джойстик, он под правую руку. Почему так нужно развернуть? Потому что вот в этой вот части есть датчик. Датчик. И от того, как он будет повернут, ну, зависит, будет она корректная работа или нет, ну, поймет. То есть, он должен понять сейчас. Это все можно переопределить. Еще в чем чудо, ребята. Вот эта камера-то поменьше, чем моя VG-10. Вот моя VG-10 вот так вот не проходила. Ее нужно было только кверх ногами делать. А это можно и так, и вот так. Все можно прямо во время съемки менять позиции. Вот. Ну что, первое, что мы делаем, мы можем включить наш аппарат. И что-то с ним сейчас произойдет. Вот. Включаем аппарат. Я не знаю. Да, на. Смотрите. И вот даже джойстик не работает. Он уже включился в какой-то режим. Он безразличный. Ровненько вот так вот поставили, как, ну, чтобы не вот так нам было. Он иначе запомнит, а вот так. И включаем наш джойстик. Срабатывает сигнал звуковой. Его убирать можно? Можно. Да. Можно поставить сигнал, убирать. Это контроллер AlexMoss. Вот. Он позволяет это делать, да. Значит, ну, и вот видите, что? Поскольку он маленький, с одной стороны две руки, с другой стороны ты можешь, он, любой мужик может, кстати, перехватить, да, легко. Вот. Итак, нажимаем первый. Первый режим. Должен быть настроен. Это должен быть режим следования. Следует. Если быстрее, он быстрее следует. Если мы медленно двигаем ручки, он медленно делает. То есть, по экспоненте мы начинаем быстрее, и он начинает тоже быстрее. И можно даже вот так, наверное, сделать за чем-нибудь. Вот такой молодец. Вот. И камера ваша чудесная, между прочим, да. Ну, и то же самое вниз, да, мы можем. Кстати, можем включить камеру, вы можете это сделать. Такое ощущение, что он прямо под нее и создан. Да. Давайте-ка, держите-ка вы эту штуку и наслаждайтесь этим процессом. Вот. Сейчас сначала включим камеру. Да, включайте камеру. Вот. Так, где можно прогуляться? Где? Вперед, по коридору. Вот я даже сейчас быстро иду, довольно-таки трясется все, но видно, что на экранчике совсем чуть-чуть. Низбаланс. Нет. Значит, есть три кнопки. Первый режим – это режим следования. Нажимаем, он пропел или не пропел. Мы можем выключить это программно, чтобы он не пищал. Вот. Значит, следование – это что такое? Это когда он следует за движениями. За нашими движениями. Причем он следует, тем быстрее, чем быстрее мы поворачиваем. А то есть, соответственно, если мы медленно, смотрите, медленно начинаем. Он очень медленно начинает следовать. Видите, да? Медленно. То есть, можно делать какие-то медленные очень проходочки, проводочки. Обычно самые медленные, да, самые красивые. Начинающие операторы любят снимать люстры, да, всегда. Хлебом не кормить – дать люстру снимать. Дальше какие еще самые красивые кадры? Самые простые, да. Вот для этого второй режим у нас. Второй режим – средняя кнопочка. Это горизонтальная только панорама. То есть, мы по горизонтали панорамируем, а по вертикали не панорамируем. То есть, он держит горизонт. То есть, держит горизонт. И, например, вот мы можем вокруг кого-нибудь, вот вокруг Сергея, да, сделать тогда вот такой вот медленный проход. То есть, тогда вертикальные вот эти вот движения нивелированы, а горизонтальные остаются. поэтому картинка кажется более правильной что режиссер задумал оператор вот такое движение получилось без каких-то вертикальных колебаний это второй режим очень полезный а соответственно мы можем подстроить вот этой кнопочкой горизонт а третий режим у нас полностью безразличное состояние например для тайм лапса это полезно то настроили на какую-то точку и пошли и он будет двигаться и он держит несмотря на то как бы мы не крутили камеру они держат ее кроме того да вот эти три кнопочки еще есть у нас когда мы нажимаем на первую и используем это в качестве крана или камерной головки то здесь мы уже управляем не рогами а джойстиком и джойстик на первой позиции у нас выставлен так чтобы он быстрый мог движение делать от нуля до быстрый вот до 1 режим 1 1 режим первая кнопка от 0 до быстрый то есть он может вращаться на 180 градусов на 360 бесконечное количество раз он может вращаться у нас у нас же рогов здесь не будет вот например вот он пошел вот он вращается вращается то есть можно можно так крутить очень долго здесь он у нас тоже проходит и точно так же мы вот его от нуля до плавного значения можно вот так же плавно остановить от 0 до поставить но ход джойстика маленький поэтому мы точно не можем скорость установить какую надо поэтому есть еще меньше диапазон скоростей вот от 0 до какого-то меньшего значения смотрите видите и можно вот так и еще это у нас 2 это 2 и сделать еще совсем маленький режим вот у меня 3 эти скорости можно тоже поменять в программе вот от 0 до совсем крошечник и получается что вот этот вот режим тоже его кстати можно довольно удобно можно будет использовать для удовольствия для того чтобы вас например объехать поставили нужный горизонт сейчас вот так поставим третье значение и поехали можно сделать это можно сделать это на штате ну вот так вот таким способом еще что что тут почему из такого удачного да это режим переворота мы переворачиваем камеру кстати между прочим раним не позволяет в режиме переворота он и камеру переворачивать вверх ногами вот здесь сейчас нужно нам ручки поставить вот так или же можно вообще сделать под большой палец в первом режиме и теперь те же самые движения вот так вот на чем движение проще да интересно вот мы сейчас подойдет сергею подходят не к которым акцентом на его лицо аппарат любит плавные движения ходить надо тоже аккуратно хитрости нет никаких через пять минут будете мастером мастер хождение кому интересно с камерой же и еще с камерой не пробовали еще ни разу с видео камерой такого формата для вот такого не пробовал вот как у вас нам очень рад на какой вес максимальный выдерживает до скольки камера может весить не про килограмм до 2 потянет вот например sony fs5 вот эта новая камера надо попробовать она около двух килограмм весит у нее корпус без объектива без объектива она весит также как это 800 грамм не только не только важен вес не столько вес сколько вот длина чтобы они не смогли а если она длиннее вот на на бочке а для более крупных камер есть другая модель его они сейчас все на фотоаппараты снимают никто грамотными камерами доработает конечно это тогда уже ронин покупать на дуще ронин для больших камер большими бюджет то уж там мелочи ох уж этот автофокус sony гуляет как хочет первая кнопка это режим следования куда я направляю камеру туда она потом и поворачивая и вот видите вот это как раз самый дорогой штатив сам ведь штативы как как проверяют их берут и по диагонали если по диагонали штатив идет хорошо значит колодка дорогая а тут он говорится по любой тебе кран он точно вот мне он точно заменяет на документалке он заменяет кран я три года я кран не берутся потому что большинство большинство вот нужно вот в пределах двух метров захотел я вверх направить следящим режиме просто поправляю камера сама идет отлично да и чтобы смотреть и здесь как раз чтобы у вас не было вот это вот вертикальной составляющего вы наклонили как нужно нажмите на второй режим чтобы горизонт остался да попробуйте так наклоняете нажимаете на второй режим он остался да и теперь вы пошли до пирижа с самого куда я двигаю он горизонт остается да да то есть вот это вот вертикальную составляющего убира на первую кнопочку нажмем два раза он выключился на секунду вы можете вот такой горизонт сделать и он же сразу сегодня он зафиксировал да вот вам не захотелось под углом оригинально еще раз можно но редко когда нужно но на всех еще разок вторую и у нас он не два да так можно да ты что ты разве можно управлять удаленным как кран вот это интересно то есть ты поставил на кран да и начал управлять насколько далеко можно отходить от камеры попробуйте здесь все еще работа я 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 вот смотрите насколько быстро я на максимальной скорочке покажу сюда это максимальная скорость при первом режиме вообще можно если рывки можно делать как-то интересно можно настроить чтобы вверх насколько максимально вертикально это уже впечатляет ну тут снимать нечего уже с этой стороны диагональ на диагональ попробуй теперь это сейчас самый медленный режим третий третий на втором все это тоже плавно но сейчас в два раза быстрее третий режим мне больше всего понравилось можно ли попробовать круговую съемку то есть получается фиксация на объекте да и вокруг него обойти кругом как это ножками ножками но ты здесь какой режим фиксации на объекте получается ну скорее всего нужно 2 ставить второе до свежения да и обходить то есть ты поставил ровно горизонт какой тебе нужно выставить и начал ходить да он следит он доворачивает камеру фокусируется все хорошо но это не так быстро как мне хотелось хорошо держит да интересно можно моменты снять ощущение есть как будто на тележке везут но получается да можно натренироваться вблизи причем чем ближе тем легче а вот чем дальше отходишь тем сложнее он же не успевает да вот тоже аппарат любит плавные движения ходить надо тоже аккуратно немножко на полусогнутых ногах да ну причем я не самый мастер хождения потому что комплекция не та вообще-то да явно не пантера и гуарда но тем не менее вот так вот плавно раз заканчиваем движение и вот теперь на вас сакцентировали вот такие на линдоке у нас творческие люди работают сергей и вот такие вот чудесные люди к нам приходят тоже сергей удовольствие получил немерено а и Продолжение следует...